Ленинградская область Сегодня команда «Экорейд» совместно с Национальным экологическим корпусом выехала на очередные рейдовые мероприятия. И первая картина, с которой мы столкнулись, даже не в Ленинградской области. Мы находимся в черте жилого района Парнас. Буквально в нескольких метрах от меня находится КАД. И здесь, на территории, прилегающей непонятно к какому мероприятию, мы столкнулись просто с ужасающей свалкой. Здесь и строительные отходы, бой кирпича, каких-то там камней, и бытовые отходы, всякие поддоны, пластиковые емкости, битое стекло. И спрашивается, каким образом, почему, кто разрешил, на каком основании, почему местная администрация или администрация данного предприятия несет ответственности за весь этот ужас, который мы с вами здесь наблюдаем. Днем и ночью сюда везут отходы 4-го и 5-го классов опасности. Выгружают где попало и бросают под открытым небом. О соблюдении закона и современных технологиях здесь и вовсе забыли. Номера фиксируем. Все, перекрывай. Общественная экологическая инспекция. Документы есть на вывоз грунта? Леш, вызывай полицию. Полицию вызывай. Незаконный вывоз отходов 4-го и 5-го класса. На территории Ленинградской области. Посмотри, вон, ретируются. Вот куда они... Фиксируйте. Фиксируйте. Посмотри, вот, вот. А что они уезжают? Посмотри, смотри, разворачиваются. Участникам эко-рейда тут не рады. Нарушители явно не хотят работать по закону и очень боятся огласки. Вы грунт свалили? Это значение. Вы туда свалили, только что грунт. Грунт тоже является отходом согласно нашего с вами законодательства. Абсолютно наплевав на все нормативно-правовые акты, на все процессы того, каким образом это должно быть в соответствии с наличием определенных технологий, допусками, лицензиями. Пожалуйста, продолжает и дальше. И дальше продолжает выгружать, абсолютно не боясь закона. У нас есть путевой лист одного из водителей, и мы его тоже приложим к заявлению. Сейчас ждем полицию, будем составлять протокол и дальше уже направлять во все инстанции, правоохранительные прокуратуру, Роспроднадзор. Вот. И, в общем, будем держать этот объект на пульсе. Вы заехали через территорию, где висело объявление. Какое объявление? Здесь. Я вам покажу сейчас. Поехали. Вот там будем ждать. Вы на частной территории находите. Кто дал право так грубо нарушать закон? И какое наказание ждет нарушителей? Еще одна из точек Ленинградской области, одна из территорий прилегающих местных деревень, все весь этот навал, который мы здесь видим, это категория четвертых и пятых классов. То есть мы не видим здесь ни паспорта объекта, мы не видим здесь каких-то приспособлений соответствующего характера, чтобы машины могли правильно заезжать на территорию, соответственно, чтобы их потом обмывали им колеса. Мы здесь видим очередное нарушение экологическое. Они еще и асфальт тут закапывают, да? Назначение по документу ведения садоводства земли населенных пунктов. Очень большое количество битого стройка. Вот, все это идет вперемешку с грунтом. Со временем, наверное, здесь появится очень красивая реклама, что это какой-то живописный уголок, на котором можно построить семейное гнездышко, такой вот лохотрон, как бы создается видимость одного, по факту другой. То есть снизу все вот это вот насыпается, вот это, извиняюсь за выражение, а потом сверху просто выравнивается там небольшим слоем, как бы, ну, может быть, даже очищенного грунта. Который тоже нужно делать в соответствии с должностью, документацией на все это нужно иметь лицензию. Чего, я думаю, этих товарищей точно нет. Мы обязательно продолжим следить за происходящим и не допустим, чтобы целый регион утонул в строительных отходах. Мы дождались сотрудника полиции, записали, написали заявление, проехали на территорию, показали ему соответствующие нарушения и будем добиваться дальнейшего продвижения этого дела. Будем писать в соответствующие правоохранительные органы, инстанции, то есть во все общественные организации, чтобы довести это до логического завершения. Следите за нашим расследованием. Дальше начинается самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok